Приветствую вас. Давайте разберемся с тем, что вы написали. Итак, надеюсь, что вы сможете помочь мне. Хорошо. Мне 19 лет, я студентка второго курса специальности правоведения. Здорово. Вам нравится право. Интересно, вот вы выбрали себе такую специальность. По какой причине? Дело в том, что с класса 5-го у меня начались проблемы в общении с другими людьми и выражение своего мнения, оставивания своей точки зрения. До этого я была самым активным ребенком в классе, но затем я начала замечать, что кортавы уже на мной стали смеяться накладники, и моя кортава стала моим самым большим для меня комплексом. То есть что вот, так вот, внезапно вы начали замечать, что вы кортавите, и из-за этого испытали зажатость. То есть вот, всё было хорошо, всё было хорошо, хорошо, хорошо до 5-го класса, а в 5-м классе внезапно всё изменилось, и вы стали себя чувствовать по-другому. Но это, конечно, я полагаю, не совсем, не совсем это так, потому что кортавили вы всегда, скорее всего, и не обращали на это внимание вы тоже не случайно. Значит, вероятно, был у вас какой-то эпизод в жизни, который повлиял на вас таким образом, таким вот образом, что вы стали в себе не уверены. Вот. А что именно там произошло? Это, конечно, нужно выяснять, потому что нужно пережить заново. Те события, которые у вас в вашей жизни, ну, в вашей жизни случились, вот, вернуться туда, пережить их заново, значит, и завершить переоценку того, что происходит. То есть, например, почему люди, допустим, вообще стали это замечать, вот, то есть, по какой причине люди стали это замечать? Почему они над вами смеялись? С чем это связано? То есть, я полагаю, что вы не будете спорить с тем, что в кортавили вы всегда, вот. Да, то есть, в кортавии у вас была. И в кортавии, в общем, нет ничего необычного. Да, я вот, например, тоже, насколько я знаю, этим отличаюсь. Вот. Но, дело-то не в этом. Дело в том, что вы стали на это, на это обращать внимание. И вот, у этого, у того, что вы стали обращать на это внимание, и свои причины. Какие причины именно, конкретно, какие причины, это уже интересный аспект. То есть, либо вы были в тот момент в кризисе, и вы были в себе не совсем уверены, вот. То есть, ну, вот этот вот смех ваших одноклассников, он попал в нужное русло. То есть, вы были в соответствующем эмоциональном состоянии. Вот. Либо так это было, либо это было немножко по-другому. То есть, например, вы всегда имели определенные проблемы такого рода. Вы всегда, всегда имели определенные трудности такого рода. То есть, ну, всегда где-то в глубине души у вас был этот конфликт. Вот. Но вы его не замечали. Вот. Ну, или предпочитали не замечать, например. Но он был, этот конфликт. А потом, однажды, вот, просто он, как бы, прорвал вашу расшиту. Вот. И вы уже, так сказать, теперь чувствовали, что вот у вас есть такая проблема. Еще раз повторю. Я не знаю точно, как обстоят дела. Да? То есть, вот. Может быть, у вас дома были какие-то проблемы, как правило, когда у людей появляются комплексы, да? Это отсутствие поддержки со стороны родителей, отсутствие поддержки со стороны родных, близких. Вот. Отсутствие помощи с их стороны, понимания с их стороны. И самое главное, это то, что не хватает, вот, обычно не хватает, так сказать, запаса положительных эмоций, запаса позитива. Не хватает по отношению к себе. Вот. Ну, то есть, человек, как бы, он сомневается в себе. И отчасти, отчасти, вы подтверждаете мою позицию, отчасти, с твоим рассказом в дальнейшем. Вот. Хотя, конечно, может быть, вы с этим и не согласитесь с тем, что это, например, именно так. То есть, тут, ну, важный момент, что, вот, в пятом классе вы стали замечать, что картавец. Вот, не замечали, не замечали, а потом раз, и стали замечать. То есть, тут, ну, вот, какой-то эпизод был. Из него были неверные выводы сделаны. Со стороны родителей было, не было поддержки. То есть, не было доверия, не было близости, не было знания, что вас поймут, поддержат. Вот. И, соответственно, вы закрепились в этом вот. Вы говорите, что я просто превратилась в занятого ребёнка. Просто превратиться в занятого ребёнка нельзя. Это невозможно. То есть, как правило, как правило, требуется ряд, значит, подкреплений положительных. Для того, чтобы модель поведения закрепилась. Поэтому сразу в такого ребёнка вы не превратились. Не могли, кстати. Скорее всего, был ряд эпизодов в вашей жизни. Которые закрепили так мой модель поведения. Укрепили вас в правильности того, что, как вы себя ведёте. В истинности ваших представлений о себе. И плюс ко всему вы не получали поддержку в этот момент. И вот, собственно, именно из-за этого, именно с этого всё началось. И вы не превратились в неким, таким, знаете, волшебным образом. Вы восстановились постепенно. Постепенно, постепенно восстановились. Ну и справедливости ради надо сказать, что, значит, не таким уж активным ребёнком вы были. Раз превратились в другого, ну, раз у вас появилась другая модель поведения. Вот. То есть, получается, что всё-таки какой-то конфликт, скорее всего, ну, место имел. Дальше. Идём. Так, в зашатого ребёнка превратилось. Под зашатостью вы понимаете, и вообще, под зашатостью обычно понимают даже не неуверенность в себе, а под зашатостью понимают непринятие в себе. То есть, это решение, что у меня не должно быть такого. Или такого, или такой. У меня не должно быть. То есть, я не должна быть такой. Я не должен быть таким. Вот. Словно, говорит человек. Ну, вот. Находящийся в подобном состоянии, в подобной позиции. Вот. И, соответственно, для того, чтобы так считать, это довольно сильная установка. Для того, чтобы так считать, человеку, очевидно, нужны достаточно сильные стимулы. И, значит, с первого на первого, я рекомендую вам всё-таки подумать над тем, что конкретно и почему вы к себе не принимаете. Вот. То есть, вот просто составьте список того, что вы себе не принимаете. Вот. Ну, то есть, список своих отрицательных качеств. И положительных, кстати, тоже. Вот. И поисследуйте. То есть, вот, чем, по вашему мнению, эти качества, которые вот у вас есть, которые вы выписали себе негативные, чем они вам, например, вредят. Вот. Какой у них вред? Вам какая польза от них? Ага, значит, откуда вы это узнали? То есть, откуда вы узнали, что у вас есть такие качества, источники, вот, и аргументы. Вот, для начала поработать с этим. Ну, вот, именно, именно вот в этой части, именно в этом аспекте, я предлагаю поработать, вот, в данном направлении. Потому что, ваши представления о себе нуждаются в корректировке. Дальше. Прошло уже 7 лет, если честно, то на картах все равно, но это возвращаться никуда не пропало. Ну, вы знаете, поскольку вы юрист будущий, да, я полагаю, что у вас хорошо работает мышление, и я полагаю, что механизмы защиты, такие как интеллектуализация, рационализация, обесценивание и, соответственно, наоборот, переоценивание. То есть, обесценивание одних моментов и переоценивание других моментов, ну, вполне, на мой взгляд, вам свойственно. Вот. Если это так, то, опять же, нужно отделять, нужно отделять одно от другого, да, то есть, нужно смотреть, где вы обесцениваете, а где вы, наоборот, переоцениваете. Да? Вот. С тем, чтобы как-то выравнивать вашу позицию, выравнивать вашу модель поведения. Вот, понимаете, где ложь, где ложная позиция, где позиция настоящая, где это ваша позиция, где эта позиция не ваша. Вот. То есть, это всё, вот, нужно корректировать здесь. То есть, я не думаю, что, кортавство вас не волнует, потому что, в кортавстве началась зажатость, вот. Ну, соответственно, зажатость осталось, что значит и кортавство, скорее всего, по-прежнему вас беспокоит. Ну, вы можете это не признать, но тем не менее. Вот здесь уместно будет почитать книгу Алан Маршелла «Я умею прыгать через лужи». Вот, в этой книге автор хорошо показал природу подобных комплексов, то, как они образуются, вот, и что они вообще из себя представляют. Но, я вам уже сейчас могу сказать, что любой комплекс – это система ложных понятий, закрепленных эмоционально, то есть, ну, эмоциональной какой-то ситуацией, вот, и наложенные на отсутствие позитивного подкрепления со стороны близких, родных людей, вот. Заметьте, комплексы, комплексы бывают у тех, у тех, у кого проблемы, там, с общением, там, с родными, да, с получением обратной связи, родных и так далее, вот. И, как, я надеюсь, вы понимаете, то, что подобные вещи не могут быть случайным, совершенно, вот. Так что, здесь, вот, такая история. А, так, «Чересчур скромные, незрадно представить, что будет со мной дальше, когда я окончу академию». Так, скромность, скромность, скромность. Ну, вообще-то говоря, если, если, вот, прям, речь вошла про скромность, то давайте, постараемся её определить, что вообще такое скромность. Как, с чем её едят, да, скромность. Вот. И здесь нужно сказать сразу о том, что скромный человек, это тот, который себя недооценивает. Точнее, обесценивает себя. Обесценивает свои заслуги, обесценивает свою позицию, обесценивает всё, что он делает и так далее. Вот. И эта позиция, вот, именно позиция такого рода, она не случайна. У этой позиции есть свои основания. Какие? Ну, помимо того, что я уже сказал, да, положительное закрепление, да, положительное закрепление этой позиции, вот. Помимо этого, это ещё и определённые взгляды, установки, что я хуже, там, например, других, что я не такая, как другие. И, что я не достойна того, чего достойны другие. И так далее. То есть, история здесь, в принципе, довольно многодисленных. Вот. Ну, и в этой ситуации, что нужно сделать в этой ситуации, да, конечно же. Ага. В этой ситуации имеет смысл отслеживать, начать противопоставлять. Где я себя обесцениваю? Где я обесцениваю то, что со мной, ну, вот, происходит? Где я, где я обесцениваю то, что со мной дворит? Что я себе говорю в такие моменты, в момент, ну, в моменты обесценивания? Что я себе говорю? А, как именно я себе говорю это? Кто говорит моими, допустим, ну, моим языком, моими словами, кто говорит? Какую мысль, цель председует этот человек, который говорит? Вот. С этим нужно отслеживать и отделить. Вот. Я сделал, я сделал что-то. Да? И как бы я себя обесцениваю? То есть, я говорю, ну, и что, ну, 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 сделала, ну, и ничего такого, да? Вот. Вместе с этим, откуда это сделалось? То есть, это нужно отделить, понять, что это не вы, а себе, начать говорить, что это здорово, я молодец, я классный и так далее. Дальше, дальше. Мне главное представить, что будет со мной дальше, и когда я окончу академию, я попросту боюсь, что это замечательно устроиться на работу. Ну, вот, здесь у вас, эм, позиция мне видится такой, что вы не живете здесь и сейчас. То есть, вот, именно, эм, взрослого состояния, взрослого состояния, я не вижу у вас. Именно взрослого состояния у вас нет тут. То есть, вот, эм, не чувствуется, что вы, да, эм, как-то вот, эм, значит, адекватно анализируете то, что происходит. Потому что жить-то нужно здесь и сейчас. Вот. А здесь и сейчас вы не живете. Вот. Вместо этого вы живете в будущем. Или, скорее всего, в прошлом. Что, в принципе, и то, и другое является негативным для вас. Вот. Так что, эээ, вот опять же, опять же. Вы боитесь, да, боитесь того, что, эээ, ну, грубо говоря, эээ, что у вас будут проблемы со сроком на работу. Может быть. Но, если вы работаете для себя, если вы учитесь для себя, если вы получаете навыки для себя, если вы все это делаете для себя, то не важно, примет вас на работу или нет. Не важно. Важно только то, что, что вот, эээ, ну, что вы будете заниматься любимым делом. И все. Это единственное, единственное, что важно на самом деле. Единственное, что важно. А если вы беспокоитесь по поводу работы и беспокоитесь о будущем, это уже, скорее всего, не вашим мыслям. А скорее всего, мысли либо родительских, эээ, фигур, либо, эээ, значит, кого-то из значимых общественных фигур. Но не ваш. Дальше. В учебе, правда, у меня все не так плохо, я хорошо учусь. Когда дело касается коллективной работы, то стараюсь брать инициативу в свои руки. Так как всегда живу с девизом по жизни, если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Так. В учебе, эээ, правда у меня все не так плохо, я хорошо учусь. Какое значение вы этому придаете? То есть, что для вас это значит? Говоря дело касается коллективной работы, я стараюсь брать, эээ, инициативу в свои руки, так как всегда живу с девизом по жизни, если хочешь сделать что-то хорошо, делай это сам. Ага. Я стараюсь брать инициативу в свои руки. Опять же. С какой целью? Если хочешь что-то хорошо, сделай это вместе. Не сам, а вместе. То есть, вполне вероятно, что у вас здесь идет гиперответственность. Опять же, я не знаю. Может быть, я не прав. Может быть. Но если у вас действительно есть гиперответственность, то есть не умение разделить ее, я имею ввиду, ответственность. А, ну, ну вот, ну вот. А, значит, не умение разделить то, что вы делаете. Да? Это не умение сказать, вот это делаю я, например. А это делаешь ты, например. Вот. Вот. Вот если вы не умеете это сказать, значит, вы склонны брать гиперответ. Ну, в смысле, опять же, всегда порождает чувство вины. Всегда порождает чувство вины, чувство вины. Ну, просто самое, что по-другому быть не может. Типа, разграничение ответственности. Ну, это, то есть, вот, я должна делать сама. Всё это я, 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 я. Это, с одной стороны, нацистический тип стремления к идеалу. То есть, стремление к тому же, я должна быть идеальной во всём. И от отрицанием своей человеческой сущности в этот момент. Потому что человек, он же не идеален. И он не может быть идеальным. Он всё-таки совершает ошибки. И это нормально, это нормально, нормально совершать ошибки. Вот. А вы себе, как бы, ошибки совершать не позволяете. Вот. И здесь, конечно, ещё один, на мой взгляд, достаточно интересный момент, связанный, значит, с тем, что для вас означает ошибки. То есть, что такое ошибка для вас? Что ошибки представляют из себя для вас? Вот. Какое значение они имеют? Именно ошибки. Вот. Скорее всего, вы себе ошибаться не позволяете. Ну, скорее всего. Я так, думал, думал. И это, конечно, в общем-то, является одной из причин вашего такого вот состояния. постоянного напряжения, скромности. Потому что вы берёте всё на себя. И слишком наваливаете на себя. Вот. Ну и так далее. Дальше. Значит, если хочешь сделать это сам, делай это вместе. Ну, делай это сам, если хочешь что-то сделать. Хорошо. Значит, здесь важно понять природу. Откуда взялся этот девиз? Какова его основа? Я, честно говоря, не верю в то, что он, этот девиз, принадлежит вам. Я больше склоняюсь к тому, что он взял, или лучше сказать, позаимствовал вами у кого-то из ваших родных. Вот. Но, тем не менее, это ничего не меняет, потому что его значение, его природу так или иначе всё равно нужно выяснить, выявить и подкорректировать. Ну, опять же, опять же, опять же, если вы хотите что-то менять. Вот. Если вы готовы что-то менять. Если вы согласны что-то менять в твоей жизни. Если вы готовы работать над собой. Вот. Это вот. Такой важный аспект. Понятно. Да? О чём идет речь? Хорошо. А дальше, дальше идём. Когда я делаюсь тупо одна, я действительно добиваюсь успехов. Правильно? Потому что вы всё взваливаете на себя. Вопрос в том, каким значением вы наполняете вот этот вот успех свой. То есть, ну, что он, что он значит? Успех. То есть, что вы подразумеваете под ним? Под успехом. Вот. Конкретно. Это важно, потому что, как вот мы выяснили с вами, я надеюсь, как мы с вами выяснили, это то, что успех не совсем идёт вам на пользу. Дальше. Однако, когда дело доходит до того, чтобы высказать своё мнение и сказать кому-то «нет», я не знаю, что со мной происходит, я просто теряюсь. Ну, вот здесь умение сказать «нет» — это, по сути, личная граница. Умение сказать «нет» — это личная граница. По факту. Вот. И у вас. А, у вас. Да? А, ну, очевидно, что личные границы не простроены. По какой причине они не простроены — это, конечно, вопрос. То есть, я не знаю, но однозначно знаю, что над ними можно и нужно работать. То есть, только я, ну, то есть, вы определяете, кто и как с вами взаимодействует. А, только вы определяете, кто и как с вами общает. Это определяете только вы. И больше никто. Вот. Поэтому нужно здесь всё-таки выработать вот эту вот позицию относительно того, как я позволяю вести себя со мной другим. То есть, как другим позволено вести себя со мной, и как, соответственно, непозволено вести себя. И, соответственно, почему. Умение сказать нет, неумение сказать нет сейчас, да? Неумение сказать нет сейчас — это неумение сказать нет скорее всего в детстве. То есть, в детстве вы не имели возможности сказать нет. По какой причине? Что произошло? Там, там. Это история отдельно. Но если в неё вернуться, в эту историю, если проанализировать всё достаточно хорошо, то я уверен, я более чем уверен, что можно будет найти эти источники, когда вы решили перестать говорить нет. То есть, когда вы, вот, собственно, приняли такую вот позицию на себя, да? Приняли. Ага. Приняли позицию, не говорить, не говорить нет. Это важно. Опять-таки. 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 Да? Это очень важно. А... Дальше. 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 Так. Я не могу выйти и ответить в учебный материал, так как боюсь, что это получится. Так я буду выясненен. Вопрос. 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 Который у меня к вам есть. Есть. От чего? От чего? От чего вы так боитесь быть вычменной? Вы занимаетесь делом или вы стараетесь, значит, там, не знаю, кому-то что-то доказать, например, кому-то что-то показать, например, и так далее. То есть, вот, вот об этом. Об этом вам нужно подумать. Какой акцент? То есть, вот, акценты вы расставляете свои правильно ли или нет? Понимаете? Понимаете? Потому что, если вы занимаетесь делом, и этим делом вы занимаетесь для себя, например, то вас не должно волновать то, что будете вы выяснены или нет. Если люди захотят вас выяснить, они вас выяснят. И делают здесь не вас, что бы вы ни делали. Вот. А если вы делаете какие-то вещи не для себя, например, а для кого-то, для других людей или для того, чтобы кому-то что-то доказать или что-то еще, это уже совсем другая история. В таком случае. Это уже история о том, скорее, как вы себя позиционируете. Это история о том, какие у вас приоритеты, например, это история о том, какие у вас, ну, например, допустим, акценты. Вот так вот скажем. Понимаете? Вот. И это тоже очень важный момент. Он как бы ставит под небольшое сомнение то, насколько вам нравится ваша деятельность. если вас волнует реакция людей. Вот. Я, конечно, допускаю мысль о том, что вы, может быть, действительно, ну, вам, может быть, действительно нравится делать то, что вы делаете. Но вот в силу ряда причин вы не можете ничего с собой поделать. Да? И тогда в этом случае я рекомендую вам овладеть, значит, следующим приемом. Во-первых, обязательно ставьте перед зеркалом, если у вас оно есть зеркало, да, и, значит, представьте себе, что вы перед аудиторией. Представьте себе столько человек, сколько точно вызовет у вас негатив, страх, переживание и так далее. Вот. Посмотрите в этот момент на себя зеркало. И, и подкорректируйте свой внешний вид. Вот. Где надо, подтянитесь, где надо, выпрямитесь, где надо, там, стесните зубы, где надо, там, наоборот, расслабьтесь. То есть, вот, позиция примерно, примерно такая. То есть, это всё, это всё необходимо для того, чтобы вы себя лучше чувствовали. Именно, вот, именно, вот, в данном аспекте. Именно, вот, перед аудиторией. И концентрируйтесь только на том, что делаете. О том, что говорите. То есть, сделать нужно не для кого-то, да, а для себя. То есть, что вы делаете для кого-то, что вы делаете для себя. Это, вот, важный момент. Вот. Это отграничено. То есть, если вы делаете что-то для кого-то, так себе и скажите. Конкретно. Что? Я делаю, там, то или иное для, ну, вот, для этого человека, например. Допустим. Вот. Вот. А, другое, то, что я делаю, это я делаю уже, например, там, допустим, для себя. Ну, допустим. Допустим. Понимаете? Вот. Вот. Вот, примерно, примерно так вам и нужно действовать. Примерно, вот, в таком ключе, ключе. Да? Вот. Идём дальше. Дальше вы пишите. А, так. Значит, поставили на него неловкое положение, хотя я из материала действительно знаю. Очень многие ситуации, когда я просто замыкаю в себе. Ну, понятно, то есть здесь, значит, замыкание в себе происходит именно из-за тех аспектов, которые я, значит, ну, которые я озвучил. Да? Надеюсь, что это, это понятно. А, дальше. 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 Вы, а, у нас, вот, самое интересное, самое интересное, а, вы у нас, в принципе, в помощи. Вы, а, хотите, чтобы мы вам помогли, помогли. То есть, у вас, у вас, у вас с пятого класса проблемы, да? С, вот, восприятием себя. Ситуация, грубо говоря, длится уже более семи лет, как вы сказали. Вот. Как же вы, как же вы хотите, чтобы мы помогли вам? За один ответ, за один ответ, нельзя, к сожалению, решить те проблемы, которые у вас, ну, значит, имеют место быть. Да? Ммм, не один год. Вот. К сожалению. Поэтому это вопрос, еще один к вам. А, какой конкретной помощи вы хотите? Как вы себе это представляете, ну, вот, эту помощь, как вы себе представляете? То есть, вы задаете вопрос, да, рассказываете нам о своей проблеме, и мы вам помогаем. Вот это так. Ну, это, согласитесь, весьма и весьма наивный расклад, потому что вы так живете, вы живете так довольно давно, да, то есть, вы живете так более семи лет. Я могу сказать только то, что вам вполне реально помочь. Это да. Потому что вы молоды, и вы достаточно быстро будете воспринимать терапию, вы восприимчивы к терапии. Но это работа, это работа. За один раз такого не сделать, к сожалению. То есть, за один раз вам не помочь. Вот. Поэтому, если вы готовы работать, то выбирайте себе психолога на нашем ресурсе, вот, любого, кто вам будет по душе и начинайте консультироваться. Вот. Нужно будет исследовать вашу семейную обстановку, ваши семейные отношения, ваши социальные отношения. Нужен будет вот тот период, когда все случилось, обязательно исследовать, да, то есть, вот, то, что было в пятом классе. Вот. Все это очень важно, и все это необходимо сделать для того, чтобы вам помочь адекватно. Вот. Ну, а исходя из того, что я вам ответил, вы сможете сами для себя какие-то детали извлечь. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Удачи. 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 Продолжение следует...